МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот это хорошая лекотка? Да нормальная, пробуй. Ну, сладкие все равно уже. Недели две, и будет нормально. А что еще успела созреть? Да много чего. Но я бы сегодня хотел поговорить о черноплодной рябине. Ой, давайте, я люблю ее. Да? Очень. А какая она полезная. А ты знаешь, что ее называют арония? Правильное название. Нет, не знаю. И вообще она пришла к нам из Северной Америки. Это не наша ягода. Она пришла к нам в 50-х годах прошлого столетия, благодаря Мичурину. И посадили ее сначала на Алтае, в Сибири, а потом уже она распространилась по всей России. Вот. Но полезность – это просто что-то. Ну вот смотри, в 9-10 ягодках вот этой... Вот этой ягодке находится суточная норма витамина П. Ой, я только недавно узнала вообще, что он существует. А чем полезен? Да он отвечает, витамин П, за все обменные процессы в нашем организме. Кстати говоря, здесь витамина С больше, чем в мандарине, больше, чем в лимоне. Осенью полезно. Может быть, заморозить ее на зиму и потом всех-всех угощать? Естественно, но только не всех-всех. Потому что бывают противопоказания, и некоторым людям она противопоказана. Знаешь, кому? Кому? Вот диабетиком можно. А у кого тромбофлебит, у кого, скажем так, с ногами проблемы, да, не надо ее есть. Проходимость затрудняет как-то сосуды? Кроме того, у кого есть запоры, не надо ее есть, потому что она, так скажем, крепит. Поэтому здесь очень внимательно к этой ягоде нужно относиться. Ой, ну какая красавица! А как еще можно ее заготовить, чтобы вот не просто есть? Можно подвесить вот так на ниточке, убрать под крышу куда-нибудь на чердак и высушить. Это будет самое то, ни один витамин из нее не пропадет, точно говорю, уйдет только влага. Пойдем чай заварим. Я уверяю тебе, что вам понравится. Давайте. Смотри, что мы дальше делаем. Мы берем яблоко. Вот, кстати говоря, одна из заготовок зимних, это яблоко, допустим, Антоновка. Антоновка хороша, что не разваривается сильно. Компот, это кто там делать? Вот. Можно варенье сделать. Яблоко и черноплодка. Великолепное варенье. И кусочки яблока становятся совершенно красивыми. И похоже на цукат. Мы же заварим чай. Немножко подавим его. Теперь пусть настоится. Пробуем. Специально стаканы сделал. Интересный вкус. Интересный вкус. И самое интересное, что очень полезно. И это было удачное решение. Как хорошо на даче осенью. А если есть у вас какие-то вопросы, проблемы, что-то не получается, присылайте нам их в группу ВКонтакте «Утро на Енисея». Это я Лупинина. Сергей Богацкий. Смотрите нас каждую среду. Всем пока.